всем привет на обзоре у нас сегодня пила гардена есть у меня уже некоторое количество инструмента гардена и в принципе я доволен пила садовая 300 pp моделька в принципе вот о чем говорится 300 имеется ввиду что у нее рабочая зона 300 рабочие полотно зубчатая вот пилу пилой можно как показано на рекламных картинках пилить просто вручную ну естественно девается на специальный удлинитель гарденовский вот собственно говоря это рукоятка то здесь отщелкивается два фиксатора одевается рукоятка у меня и к сожалению нету я вам показал защелкивается вы в принципе где-то на высоте деревья подпиливаем просто супер удобно значит небольшое объявление во первых я открыл форум по теме гриль барбекю мангал казан тандыр и так далее заходим регистрируемся будем общаться ссылки в описании также я устанавливаю свой второй канал с видосами которые были украдены и также я восстанавливаю канал по нахлосту естественно все ссылки в описании вот это вот вещь это просто супер вроде как это просто пластиковая хернюшка никому не нужная но это очень классная очень удобная вещь вот эти вот фиксатор отгибаем без проблем не вталкивая отрезая все пальцы мы просто ставим сюда пилу защелкнули все где-то в сарае вот дырка чтобы повесить на гвоздь или вот за эту хренотень повесили в сарае нас обесить не отрезая нам пальцами или где-то возить с собой взять как пилу там куда-то в машину просто чтобы лаппила в машину я понимаю что есть складные пилы но не всегда складные пилы нужны и складная пила она скорее всего будет короче вот то есть трехсотки не буду утверждать но в большинстве случаев именно так значит смотрите пила пила как я уже сказал имеет 300 миллиметров рабочую зону а общая у пилы получается 50 сантиметров ровненько ровненько 50 сантом получается пила но из-за того что пила одевается на удлинитель она неудобная в рукоятке а Субтитры сделал DimaTorzok То есть вот здесь вот рукоятка хорошая, отличная, но из-за вот этого безумного расширения, вот ты ей пилишь, и ее так неудобно держать, у меня среднего размера рука, я давал попилить супруге, так как у меня супруга все-таки так или иначе увлекается моим дачным каким-то садом, каким-никаким, вот. Вот, но рукоятка не понравилась, ни мне, ни ей. Потом что? Пила имеет общую плоскость, то есть она не как современные пилы, более широкая к зубу и более узкая в обухе, из-за этого пила не разводится. Вот, эта пила разведена, эта пила немножко разведена, и рез у этой пилы, ну, давайте смотреть правильно в глаза, мы видали лучше. Вот, так что это, я думал, вот она так ей будет удобно, так ей будет классно пилить, но нет. Нет, она, знаете, вот она что-то на уровне фискарса, фискарс, из каких-то ручных пил, не ручных, а из садовых пил складных, когда-то я сравнивал. Ну, она, ну, так себе скажем, вот это тоже, ну, так себе скажем. Нет, ее можно взять, если не сравнивать. Понимаете как, у меня, наверное, какое-то предвзятое мнение и отношение по той причине, что я испытал кучу пил, я сравнивал кучу пил, у меня есть с чем сравнить, и поэтому я могу делать такие выводы. Если же у вас не с чем сравнить, если вы берете как одну пилу себе вот на садовый участок, ручную пилу, для того, чтобы подпиливать сучки, это будет супер пила, это будет отличная пила. Вот. Но, в принципе, ну да, она хорошая, она удобная, единственное, с чем вы ничего не можете поделать, да, ее можно точить, кстати, но с этой вот рукояткой вы ничего не поделаете, вот в этом месте она просто огромная. Зато огромный плюс, вы купите удлинитель, где-то высокие сучья, вам не надо становиться на какую-то лестницу, стремянку, которая уходит в землю, которая перекашивает, шатает, и вы, вися на одной ноге, держась зубами за ветку, пилите, вот, рискуя жизнью, вы стоите крепко на земле и дрыгаете вверх-вниз длинной палкой. Вот. В этом тоже определенное удобство есть. И плюс. По-моему, так. На этом все, ребята. Своё мнение я сказал. Пила была заказана у официального дилера. Промо-коды скидочки в описании под видео. На этом все. Всем спасибо за внимание. Подписан, лайкосики. Все, всем покедово. И, в принципе, да, со всеми какими-то своими моментами, которые я указал, все-таки ее стоит взять. Самое главное, что это отличная фирма. И это, понимаете, для того, чтобы расширить какой-то функционал, для того, чтобы расширить какой-то функционал, приходится жертвовать вас каким-то удобством. Но, тем не менее, ей можно пилить. Ей нормально, хорошо можно пилить. Она отлично у вас будет храниться в сарае. Она отличного качества материала, отличного качества сталь. То есть, после зимы, при минус 20-30, она на следующее лето у вас не рассыпется пластик. У вас не загнет после отпиливания одной ветки зубы ключками. И вам не придется ее перетачивать или выкидывать и бежать за новый. То есть, это отличная, достойная, хорошая вещь. Вот. Продумано, сделано. И плюс, подкопив немножко денежек, вы можете пойти, если вам нужно, если у вас высокие деревья, купить удлинитель, одеть эту пилу на удлинитель. И плюс, это же сделано не только для пилы удлинителя, там для кучи всякого инструмента садового. Вот. Одеваете удлинители и подпиливаете какие-то сучки, стоя на земле. Как я уже сказал. Ну, это все, ребята. Всем спасибо за внимание. Пила реально нормальная. Реально. Вот я сказал свои фи, но забудьте об этом, не слушайте меня. Потому что пила действительно хорошая. Все, ребята. Всем пока.